Трансляция пошла, жду пока на твиче начнется. 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 Трансляция пошла, жду пока на твиче. Трансляция пошла, жду пока на твиче начнется. Трансляция пошла, жду пока на твиче начнется. Трансляция пошла, жду пока на твиче. Трансляция пошла, жду пока на твиче начнется. Трансляция пошла, жду пока на твиче начнется. С шапкой. И достаточно крупный, вот этот такой, который один раз поднимешь, опустишь и все. Вот. Но я на самом деле сейчас себе и туда, и туда концепт понатырю. Ух ты, чёрная катана, ну ты подумай. Вот. Ну, здесь такие, а не более... Ух ты, классный, классный меч. Более-менее такие стандартные, но настоящие зато. Потому что фэнтезийные мечи это всегда вопрос, да, особенно анимешечные. Выглядит до ужаса красиво, но как это работает вообще непонятно. Хотя это в принципе уже такой сложившийся жанр. Во вселенной аниме действуют какие-то свои собственные силы. Мало связанные с реальными. Ну, скажем так, не то чтобы я большой знаток холодного оружия. Хотя приходилось в принципе сталкиваться, изучать. Особенно что касается японских видов. Вот. Но тем не менее не скажу, что я большой знаток. Вот. И... Какие-то вещи, конечно, я могу пропускать. Но когда я делаю концепт оружия, я всегда стараюсь думать о том, как его держать. Куда оно там, где у него режущая, не режущая кромка. Как оно... Как им потом пользоваться, не убьет ли оно своего владельца, наличествует ли в нем баланс как таковой. Там, не застрянет ли оно в теле врага в первый же... Этот самый... С первого же удара. Ну, и вообще какую-то эргономику и прочее продумывать. Хотя я столкнулась с тем, что наибольшее количество критики зрителей в интернетах приходится на долю оружия. Почему-то я до сих пор пока не выяснила причины мне не ясны этого дела. Но, в общем, всегда найдет, даже если это, например, срисованный с реального, но не очень известного людям примера. Такой тоже был вид оружия. Он всегда породит довольно жаркие обсуждения собственной функциональности. Итак, это я себе сохраню на предмет темных клинков. Потом с ним еще посмотрю, посижу. Это не надо. Вот это очень надо. Вот это очень интересная штука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, например, такого типа меч. Все ничего, но не совсем понятно, как крепится лезвие. Ну, то есть, очень такая на вид конструкция хрупковатая. Ну, такая штука бьет больно, как режет там не совсем ясно. С другой стороны, действительно, очень во многих играх, если говорить об игровой графике, то, как именно оружие работает, ну, это уже второстепенный вопрос. Там очень много начинает касаться просто внешки. А его убийственная сила, это уже... Магия. Ну, просто вот убивает и все тут. Ну, при этом очень интересные есть решения. Чисто с внешней точки зрения. Вот такие, например, штуки. Ну, оно точно магию убивает. Уже тут даже сомнений нет никаких. Спасибо. 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 Так. Ну, вот это у нас классический вариант, можно сказать. Это я себе на темный концепт сохраню. Интересная штука. Это не надо. Это сохранять не буду. Просто посмотреть. Это тоже не буду сохранять. Вот это интересная штука. Очень так все забавно. Тоже ее себе на темный концепт сохраню. Тут еще и в этих самых. В похожих кучу всего. Правда, я не пойму, что тут с ручкой. Какая-то маленькая очень для этого лезвия. Это уже... Можно там смотреть. Тут вот в чате спрашивают. Вера, смотря вашу страницу ВКонтакте, я понял, что вы занимались танцами. А сейчас занимаетесь? Занимаюсь. Ну, как... Не всегда есть время. Вот. Но... Да, я танцую регулярно. Я уже не учусь этому, так сказать. На занятия не хожу. Но я регулярно хожу на тусовки. Специализированные дискотеки, где танцует тот вид танца, в котором я занималась. Это хастл. Блин, сейчас вот я вспомнила, что на прошлом стриме, кажется, кто-то мне говорил. Либо на стриме, либо в личку писал. Вот память девичь, я вообще не помню кто, где и как. А, все, вспомнила. Да, ресурсы. Я туда уже ходила. Ресурс, который делает эту самую... Музыку. Там что-то какая-то нейросеть, которая запиливает музыку. Забавная штука. Все, я вспомнила, я его пробовала. Там музыка оказалась своеобразная. Так, на самом деле сейчас тот момент, как раз, когда того и гляди, можно залипнуть намертво в референсах. А все, что нужно, в принципе, уже посмотрено. Я эту страничку себе оставлю, чтобы туда время от времени заглядывать. Ну, беру ее на соседний экран. Так. И посмотрим, что тут можно сделать. Так. Тут вот в чате пишут, я никогда не видела такого обращения в твой адрес. Вообще, за все время. Вероника, скажите, часто в работе используете пинтерест? Вероника это другое имя. Хотя, на самом деле, бывает. Обращается. Но это не важно. Если бы меня звали Вероникой, я бы, наверное, представлялась Никой. Я думала об этом. В юности очень жалела, что меня не назвали Вероникой. Имя Вера мне тогда не нравилось. Казалось, что это как баба в зипуне с двумя косами вокруг головы. Но неважно, в общем. Да, я пинтерестом пользуюсь регулярно. Это мой основной инструмент по поиску референсов. Я там их храню. У меня там куча папочек. Референсы на тушки, на тело очень много всяких. Референсы по игровому арту. Отдельно референсы по игровым интерфейсам. Ну и куча просто всяких симпатичных штук. Я сейчас в очередной раз скину ссылку на свой пинтерест. Кому интересно, можете поковыряться в моих закромах. Что-то там симпатичное уже понасобиралось. Так. Где у меня чатик твича? Вот он. Я его закидываю вам в ссылочку. Так. Ну, а я пока приступлю. Собственно, к работе. Вот есть в... Точно есть в 3D-скульптинге такой инструмент, когда ты делаешь что-то с одной стороны, и оно тут же появляется с другой. Я не помню, есть ли в фотошопе такой инструмент. Но вот сейчас бы он очень помог бы. Ну, а я не помню, как то может быть. Ну, а вы... Продолжение следует... 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 Не совсем он будет гуманный... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот где-то... Продолжение следует... Дрыну смастерить... Продолжение следует... 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 Вот, а там аниме. Ну, естественно, всякие вот эти вот огромные дрыны. Я себе сделала маленькую-маленькую девочку танка. Вот, маленькая девочка танк с огромным щитом и огромным мечом. Прям как я люблю. Вот я сейчас и концепчу для этой предположительно имеющейся нечеловеческой силы, потому что иначе как она всё это таскает? Нечеловеческий дрын. А чё, не чё так? Пожалуй, его и порисую. Музыка Тут спрашивают, Вера, как вы дружите с настолочками, любыми обычными ролевыми варгейнами? Да, не особо. Не потому, что не нравится, а потому, что как-то времени не... Ну, как-то оно не сложилось. Это нужны люди. С людьми ещё надо собраться. Собраться с людьми вживую сложнее, чем в том же самом интернете. Ну, в общем, как-то оно. Если была бы оказия, может быть, я думаю, что играло бы. А так... Ну, мы играли там время от времени с коллегами где-то, но оно не переросло в какую-то более-менее прочную дружбу. Ну, скажем так... Видимо, человек, тот так проходил мимо, задаёт вопрос. Не хотели бы работать в игровой индустрии? Типа прорисовки персонажей? Да, смешно, потому что я там работаю уже довольно давно. Но, на самом деле, действительно, как бы откуда узнать человека, который не работает там? Да, я там работаю с... сколько уже лет? Наверное, около семи. И у меня, собственно, студия игровой разработки сейчас небольшая пока, потому что мы стартап. Нам полтора года. Ну, в общем, все мы там. И, собственно, оно... Я, как бы, потому и рисую концепты мечей, что это рабочая тема. Так. Теперь проверяем. Наверное, не так. Оставлю на всякий случай. И проверяем. Да, ничего так. Ой, не это хочу, вот это хочу. Такой вот меч для маленькой девочки. Мы и запилим. У нас снова создана. Следующий этап это создание... Так. Среднюю линию я оставлю. Она мне еще пригодится. Следующий этап это создание заливок. Этап медитативный и постепенный. И... ... ... Продолжение следует... 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 какая-то прописная истина из серии там загуглил вот, но если вы зайдете в мою группу там будет в меню группы ссылка на статью которая называется там есть меню статьи раздел статьи и в этих статьях есть статья которая называется как художнику попасть в игровую индустрию там я постаралась ответить на более конкретные вопросы, то есть вы уже умеете рисовать и вот вы там прикинули ситуацию происходящее все решили, я хочу рисовать для игр и вот как собственно туда попасть как сформировать портфолио под это дело, что там должно быть и где потом начинать искать работу, я там постаралась описать ну какие-то такие достаточно базовые вещи вот, тоже можно там найти это будет информативнее чем все, что я вам сейчас смогу набегу сказать на этот счет так, я запуталась что тут у нас дальше какую-то звезду придумала ну ладно звездим сейчас вот еще несколько вопросов тут сколько часов в день ты рисуешь и сколько изучаешь чужие работы я скажу сразу чужие работы я изучаю мало не потому, что там сам сусам и все такое было время, когда очень зря я их не изучала и что-то могло бы мне очень сильно помочь в этом изучении но просто это не самый лучший метод получения информации для меня лично то есть у всех же свои там свое восприятие и для каждого существует свой оптимальный метод обучения вот для меня оптимальный метод обучения это метод тыка но естественно он не работает без ну то есть изобретения велосипеда очень муторный процесс поэтому чужие работы я стараюсь изучать с той точки зрения что вообще как бы человек как и что и как человек рисует где какие он приемы использовал и так далее этому я то есть я не не посвящаю этому какое-то определенное время я это делаю постоянно в фоновом режиме там я сижу на галереях подписана на группы вконтакте в которых постят работы других художников там какие-то в теме которые мне чаще всего нравятся и я их просто просматриваю и стараюсь анализировать смотреть что и как этими людьми замечательными было сделано стараюсь вообразить себе инструменты с помощью которых это было сделано и дальше иду экспериментировать и пытаюсь добиться схожих эффектов вот но при этом как-то то есть это заканчивается на просмотре работ какие-то стримы например или обучающие видео я лично смотрю редко вот хотя сейчас уже ну как бы достаточно много вопросов я решила в CG хотя далеко не все но было время когда вопросов было очень много и тот факт что я непривычно использовать чужий опыт в обучении мне сильно увеличил время которое тратилось на поиск решений потому что все это приходилось вот реально методом тыка искать я ну иногда находилась иногда нет и вторая часть была вопрос сколько я трачу на рисование времени в день ну на самом деле в среднем на рабочее рисование зависит от того какие задачи могу вообще не рисовать потому что там организаторской работы больше чем непосредственно рисовательской ну это в большей степени либо организаторская работа либо арт-лидирование арт-лидирование не предполагает рисовки как таковой там оверы да дорисовка там какие-то эти самые штуки такие но вот именно рисование и собственное с нуля оно редко на работе у меня случается для себя я рисую каждый день уже 200 сколько же господи 262 день сегодня челлендж everyday sketch в рамках которого для себя я рисую каждый день и это от 20 минут до там нескольких часов в среднем это час-два времени занимает у меня как-то так так еще спрашивали вера скажите на кого вы равняетесь ну или какому седжи художнику джамма джамма джурабаев а есть еще господи моя девичья память ну что ж ты подставляешь меня я же помнила имя человека этого сейчас опять буду искать сейчас найду совершенно фантастический художник но джамма он давно в моем списке богов седжи не перестает восхищать меня до глубины души совершенно невероятный человек я очень надеюсь как-нибудь его потрогать вот а есть еще один замечательный художник да Сергей Колесов Сергей Колесов это тоже из наших тоже совершенно фантастический невероятный мужик и меня прет как идейная составляющая его работы особенно какие-то ну по всей видимости некоммерческие иллюстрации в которых он какую-то историю показывает но у него на самом деле и с цветом фантастическая работа и с композицией и с тематикой совсем подряд и вот сейчас последние работы он концептит для некой игры которая называется Dishonored 2 и это просто какие-то феерические концепты я пытаюсь вот как раз их изучать с точки зрения того как это сделано и как-то там ну смотреть как можно так же как-то делать и использовать сходные техники но конечно это все по-любому тут у него своя уже очень такая четкая стилистика очень наработанная и здоровская но это из тех кого я помню я к сожалению у меня чудовищные совершенно памятные имена очень с этим тяжело живется вот это вот как была картинка в интернете типа привет меня зовут и тут такой мозг бла-бла-бла-бла-бла и дальше там общаешься с человеком потом подходит второй человек и говорит о с кем это ты здесь общаешься и ты такой мозг сволочь потому что имя ты не помнишь несмотря на то что тебе сказали только что вот поэтому на самом деле их конечно гораздо больше двух художников на которых я смотрю с восхищением и разглядываю их работы пытаюсь понять как это сделано и вообще там как вообще так можно жить вот но к сожалению имена я запоминаю с большим трудом так еще вопрос вера как вы относитесь к современным интернет мемом они вас веселят или у вас нет времени на них я кажется видела у вас кота в жух кстати белый корпоративчик а что за Таня и Дед Мороз блин здорово отличный вопрос спасибо за вопрос как я отношусь к интернет мемам у меня есть время на мемы мемы это то что перегружает в голову как только я перестаю понимать вообще что происходит что делать в этой жизни как только я понимаю что просто работа заполонила весь мой мозг и я например не могу заснуть вообще там хотя время 3 часа ночи я конечно иду смотреть мемчики и это отлично меня переключает поэтому мемы это святое и это правильно и здорово ааа тайный Санта или тайный Дед Мороз если по нашему это предложение нашего сценариста которое было с восторгом воспринято всеми остальными ну это типа когда проводится жеребьевка можно бумажечками можно с помощью специальной приложухи тайный Санта все для людей для ленивых вот в группе людей и выбирается там типа кто кому дарит подарочки этой жеребьевкой и соответственно каждый каждому дарит подарок не каждый всем а каждый каждому очень экономично всем советую потому что было время когда там например у меня было огромное количество родственников причем чужих вот и там нужно было каждому значит задарить что-то на подарки могла уходить кругленькая сумма а потом сидишь такой ну вот и не хотел конечно вот это вот все мелочность какую-то ты просто человеку там радость принес на новый год и все такое но вот потом сидишь и поневоле думаешь я потратила на подарки пять тысяч а мне подарили на триста рублей поэтому тайные санты это здорово так нет а как мяу как нам сделать тут теперь еще и мне вопросы задают воля расскажи о себе ты рисуешь где учишься чем вообще увлекаешься я не рисую учусь в школе увлекаюсь ничем я начала играть на укулеле и ходить на вокал вот сейчас последний месяц ты начала играть на укулеле да это меня очень сильно прям завлекло и я прям постоянно теперь укулеле укулеле офигеть мне мама подарила ну заранее на новый год потому что изначально мне ко мне приехала подруга переночевать вот и привезла с собой в итоге она у меня так его и оставила вот и я каждый день сидела и играла поняла что совсем сильно загорелась этим вот и тут мама как бы говорит что ну ладно я тебе подарю на новый год в итоге я уговорила подарить еще раньше и теперь она мне кажется мучается от того насколько я много и часто и играю не знаю стараюсь никому не мешать и быть тихой но тем не менее укулель зовет здорово слушай обалдеть а я и не знал только это вообще недавно совсем мы даже не виделись тут кстати момент с тех пор ну да более время от времени ведется требы непосредственно из соседней комнаты как сейчас например как сейчас да так ну например что конечно вот это вот очень занятие так долго и неблагодарное эти ребринки выфигаривать ну как-то так в общем зато потом уже можно не париться сидишь себе и рисуешь в контуре как там народ отреагировал на твой рассказ об укулеле плюс укулеле тоже купил укулеле капсом поздравляю отличный выбор и спрашиваю умею ли я играть на обычной гитаре нет я не умею играть я и на укулеле то не особо я как-то так выучила аккорды пытаюсь до сих пор у меня пальцы не до конца встают на них ну то есть еще работаю над этим слушай а там же баре тоже есть вот у меня пальцы не дотягиваются не дотягиваются у меня на гитаре конечно баре это самая большая боль ну я просто они не натренированные пока я баре взять не особо могу но с учетом того что играю я где-то не знаю раз в два месяца двадцать минут прогресс как-то маленький ну ладно маленький ну да ну наверное сколько струн укулеле четыре четыре меньше струн проще паре ну не знаю а там нейлон или металл там нейлон по-моему я не знаю я не разбираюсь ну они они не металлические это точно ну вот значит нейлон скорее всего по-моему нету третьего третьего варианта на гитаре это может быть и металл и не металл и у нас по-моему все нейлоновые ну моя точно или нет а там все все нейлоновые просто честь металлическая обмоткой, но это считается тоже нейлоновой струной. Ну, значит, да. Окей. Так, еще несколько вопросов. В момент, когда качала навыки, сколько часов в день требовалось, чтобы максимально оптимально прогрессировать? Ну, такого нельзя сказать. В момент, когда качала навыки, я рисую 22 года и до сих пор качаю навыки. Поэтому здесь нет момента, когда я качала навыки и потом перестала их качать. По поводу того, насколько оптимально рисовать, тоже нет такого понятия оптимального рисования, потому что если вы... Вот это я не буду так делать, это ересь. Сейчас, секундочку. Тут мне нужно подумать, как это сделать. Ну, вот так, к примеру. Если вы рисуете 10 часов в день, вы прогрессируете там с одной скоростью, пять часов в день, с другой скоростью, часть в день, с третьей скоростью, практически нет чрезмерного количества. Да, там, сколько не рисую, все равно прогресс будет повышаться. Это там не спорт тот же самый, например, когда там, я не знаю, столько-то тренироваться, это еще нормально, а если больше ты тренируешься, то это уже травма. Та же самая растяжка, да, вот, есть там советуют, например, не тянуться больше стольких-то там часов в сутки. Тут такого нету. Сколько рисуешь, столько и молодец. Но при этом как бы у всех разные возможности, у всех разные приоритеты. Нужно кушать, нужно денежку зарабатывать, нужно еще что-то делать. И каждый сам определяет себе оптимальное для него количество часов, которые он может посвящать рисованию. у меня в разное время это было от нескольких часов в неделю, когда там вообще как-то все грустно, не до того и так далее. И работала я не по специальности и училась там, а училась из-под палки, такое тоже было, до там рисования ежедневного по много-много часов, когда там пруха, либо работа по специальности, либо там на какие-то на фрилансе, когда я сидела по 12 часов в день рисовала, тоже было время. Вот. Ну и конечно разное время потраченное на рисование давало разный прирост скилла. Когда-то он рос медленнее, когда-то быстрее. Ну и сейчас я не скажу, что у меня этот процесс закончился. Я очень надеюсь, что он в принципе не закончится, потому что всегда остается что-то новое, неизвестное, и есть до сих пор сферы, в которых я чувствую себя валенок-валенком. И рада этому, несмотря на жгучее чувство. как вы это делаете, засранцы? Сейчас это все растрирую. Воу-воу-воу-воу-воу, что-что-что произошло? Вернитесь. из всех оружий, которые я до сих пор концептила, это получилось наиболее замороченным по форме. я на самом деле больше всего наверное времени на него потрачу именно на подготовку формы. Вот сейчас вот уже прошло сколько? Почти час стрима. Я только-только заканчиваю первый этап. Так, это у меня сверху лежит, да? А вот здесь хорошо бы сделать такую фигню. Тут еще спрашивают, Вера, помните арталк? были на нем зарегистрированы. Как относитесь к Алексею Кашперскому? Так. Вот я сейчас зависла. Не помню. Простите, вот если сейчас вот что-то там такое, где я активно что-то делала и забыла, но я действительно не помню мне не очень хорошо последнее время с памятью над спать больше так что мои пардоны но я действительно не помню еще спрашивают какой тебя монитор у меня lg и я скажу пищи лет 2 7 mp3 5 вот так чтить у него там 27 соответственно наверное дюймов раз ну например но большой большой и хороший и не я выбирала что касается техники техникой в нашем доме заведует мужчина за что ему большое спасибо вот он мне все принес поставил сказал работой женщина и женщина счастлива еще спрашивают как мы с тобой встретились откроем карты но это не мне решать почему нет оля дочь моего молодого человека сверчки на фоне мне мне просто интересно будет как реакция не будет молодой человек сидит рядом ржет так спрашиваю что такое лазини зуми и как вы это поняли стоящая штука как я поняла это для красоты линии но как оно работает и насколько полезно так значит давай сделаем сейчас таким образом это у нас стриме номер господи не так то это просто это стрим номер 56 его пятьдесят шестая минута и я снова рассказываю про лэйзи не зуми прога который стабилизирует кисть это ее главное назначение в обычном режиме она стабилизирует кисть немножко вот она сейчас меня включена если я ее выключу разницы практически не будет разница будет видно на каких-то мелких линиях которые с включенной лэйзи становится немножко более управляемыми более плавными особенно мне она помогает если я рисую на незнакомом планшете на котором рука еще не привыкла и по-любому там какая-то дестабилизация происходит там вот помимо этого режима у нее есть еще огромное количество всяких разных режимов пусть они вас не пугают их много по факту нужно из них не так много самый нужный сейчас одну секундочку самый нужный это сабтайтл соответственно который стабилизирует кисть чуть-чуть и массив массив вешает на кисть такой своеобразный поводок и позволяет рисовать длинные офигительно стабилизированные линии массив очень помогает на этапе отрисовки чистовой отрисовки лайна если нужно провести там ряд каких-то длинных линий те же самые волосы какие-то там платьюшки еще что-нибудь надпись красивую написать что угодно все остальные режимы из вот этого вот меню касаются разных режимов от сабтайтл до массива но в принципе я ими не пользуюсь хотя можно там попробовать что-то там себе найти здесь там поводок покороче и линия более быстро и четко за ним следует и так далее там подобные для меня вот мне хватает этих двух вот значит это что касается линии второе важное свойство лазинизуми это наличие вспомогательных каких-то инструментов черчение линий для меня самое активное черчение эллипсов черчение линий ну соответственно эллипс линия в фотошопе есть инструменты позволяющие например черчить линии с шифтом и так далее но они менее удобные потому что здесь у меня во-первых направляющая видна можно линию поставить во-вторых в процессе черчения я могу нажать и регулировать как угодно черчение параллельных линий наклон линии здесь регулируется в каждом из меню вы можете залезть сюда и что-то там подвигать посмотреть на что оно влияет вот в принципе это уже методом тика исключается и перспектива изометрическая и обычная перспектива это замечательная такая штука шифтом можно переключаться между линиями рисовать себе направляющие либо рисовать себе напрямую объекты в перспективе так как они должны быть соответственно в красной зоне вы перемещаете саму саму точку схода и вот этими бегунками вы можете настроить положение линий так как вам нужно в принципе это основные основные нужные характеристики лейзи не зуми но на самом деле даже без перспективы я бы ее юзала чисто за стабилизацию линии потому что это она делает очень здорово прога платная у нее есть реальная версия 30 дней после чего надо будет купить я к сожалению не помню сейчас уже сколько стоит я достаточно давно ее покупала нужно посмотреть на сайте так тут еще такой вопрос вера есть ли у вас примеры успешных или может скорее скилованных много рисующих художниц именно женщин у которых есть дети что вы вообще думаете по поводу совмещения этих вещей ну во первых совместим увидим сложный вопрос я скажу так я не вспомню сейчас на вскидку именно художниц подчасти потому что та же самая проблема меня фигово с именами на самом деле не очень хорошо с контактами то есть несмотря на то что занимаясь я всем этим делом довольно давно до недавнего времени это все было сугубо в стол и как то вне тусовки как таковой поэтому у меня достаточно небольшой на данный момент круг контактов и прочего хотя я надеюсь его расширять и этим в принципе занимаюсь сейчас но многие штуки мне не знакомы а и люди но я могу сказать что я знаю примеры женщин занимающихся чем-либо вполне успешно начиная от творчества там всяких поэт поэтесс и прочего и заканчивая там бизнесом карьеры и прочим которые при этом имеют детей то есть это точно не взаимоисключающие вещи но вопрос там как именно это все уже будет и где будут стоять приоритет я при этом знаю и женщин которые говорят вот у меня дети я не могу заняться тем что хотела бы чем хотела бы насколько это реально насколько здесь уже вопрос в том чем человеку комфортнее заниматься тоже не могу сказать но в любом случае я уверена в том что нет какого-то жесткого по-любому находя по-любому существенного выбора никак не зависящего от человека который придется принять типа вот карьеры или дети например все это при желании вполне совместимо как показывает практика очень многих женщин дедных но занимающихся чем-либо но это к сожалению теоретические рассуждения да то есть сказать что вот там на собственном примере я пока не могу так не с тем его совместила вот с этим надо как так случилось как так случилось почему так то наверное я сейчас отключу вот этот слой и вот это тоже и ничего все равно что происходит почему почему ты не совмещаешься по-человечески начинается ладно все растеризовать это все надоело так здесь у меня это вот так вот Так, тут я сейчас поняла одну вещь. Что у меня потерялось, блин, вот это нехорошо. Вот это нехорошо. Так, еще вопрос задали. Добрый вечер. В чем главное отличие от рисовки 2D персонажа для игры от обычной иллюстрации, кроме того, что части тела должны быть скомпонованы по слоям для создания анимации? В обычной, во-первых, это зависит еще очень сильно от функционала персонажа. В обычной иллюстрации то, какова поза, каков вообще там композиции и прочее-прочее продиктовано исключительно сюжетом. В отрисовке игрового персонажа это будет продиктовано функционалом его. Кто он такой? Это мэскот, который обращается к игроку, например, помогает ему проходить титториал или является неписью какой-нибудь и так далее. Значит, он должен смотреть на игрока, лицо должно быть примерно в центре и так далее. Или это там концепт для моделинга, у которого должны быть ручки-ножки в сторону, для того, чтобы моделлер их мог замоделить. То есть, поза какая-то определенная. Либо это концепт там, например, класса. И первое, что он должен показывать, это вот свой класс. И тоже у него должна быть определенная поза, в которой все хорошо видно, вот он там стоит и так далее. Чаще всего персонаж игровой, ну, соответственно, вот то, что вы сказали, да, для анимации поделено на слои, это зависит от того, тоже там, это персонаж внутри игровой, который анимируется, там, как он анимируется, где анимируется и так далее. Тоже все очень по-разному. Но чаще всего основное отличие персонажа игрового от персонажа в иллюстрации в том, что это гораздо более, как сказать, задача игрового персонажа чаще всего, грубо говоря, показать товар лицом. Что это за персонаж, какие у него оружия, какие у него скиллы там и прочее, прочее, вот его там во всей красе. И при этом он достаточно статичным, будет какая-то у него будет поза условно, может быть и динамичная, но не сильная. И вряд ли он чем-то там будет заниматься. Очень вряд ли он будет отвернувшимся от игрока. В 90% случаев там он смотрит на игрока. А если это персонаж, который там подготовлен для интеграции в игру, то там вообще другая история. Он отрисовывается не только режется на слои, но и в такой позе, которая там лучше всего анимируется и так далее. И вот, то есть здесь основное отличие в том, что он будет подчинен функционалу, под который он заточен. Вот, а тем временем. Он, конечно, закончил первый этап. Я подготовила основу для меча. Я вижу теперь по этой основе, что здесь очень тоненькая фигота получилась. Ну ладно, это я уже доделаю потом. Вот. Дальше можно будет рисовать в рамках этой основы. Это подходит не для всех типов. Но, тем не менее, для большинства, особенно, что касается концептов, там, например, объектов и прочего, такой вид, такой тип рисования подходит. И он хорош двумя вещами. Первая вещь. Он позволяет создать четкую форму и потом спокойно работать в ее границах. И не парится там уже дальше. Вот. А второе. Если вы рисуете нечто реалистичное, то есть вот именно там, причем реализм не какой-то художественный, а конкретно, вот, фотореализм. Четкость краев, четкость контура – это обязательное условие, которое должно соблюдаться. И придется либо наводить эту четкость там, на каком-то финальном этапе, либо запилить ее заранее. Запилить заранее в целом, ну, для меня лично проще. Аминь. 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 вот еще вопрос человек хочет заняться созданием игрушек здесь литьевого пластика вера как вы думаете художником будут интересны фигурки из фильмов 90 90 фильмов что ну наверное фильмы 90 но я честно не знаю то есть это очень такой далекий от меня вид искусства поэтому мне трудно что-то сказать на этот счет вам еще спрашивают вера пойдете на нового чужого не я не особо любитель жанра тентаклей я люблю фантастику куда мы там пойдем мы пойдем на звездные войны обязательно куда-то мы хотели сходить забыла вот скоро будет новый этот самый джон лыг вот на него обязать боевички чума особенно такие пародийные я вот не смотрела ни одни звездные войны но вот на последний я хочу сходить вот интересно какой у тебя будет да и вообще я как-то мне скорее фильмах люблю ну во-первых сюжет такой но фантастику я не знаю почему не люблю меня как-то так душа к ним не особо лежит я люблю например всякие драмы мелодрамы давно такое комедии не люблю вообще вот то что такое для настроения под настроение вот поэтому я наоборот как раз вот что касается драм там думать надо сопереживать чего-то вот а я сейчас что-то посмотрел время села посмотрела порыдала и дальше что-нибудь прекрасно этот самый как-то инструкция по применению сел порыдал посмотрел порыдал сел за уроки отлично я тут вот хотела спросить сама ты не смотрела фильм 33 несчастья старый оба чтобы старый с этим с джимом керри обалденный вот сейчас сняли ремейк на него он помню в январе что ли выходит я сегодня посмотрела трейлер это просто пипец в плане в каком плане на хорошем или строилась нет плохом да 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 прям да там играет сейчас скажу какой-то год 2016 нил патрик харрис вот и это мой рекламу вот и вообще просто там картинка это снял этот netflix вот и там картинку вот как такие какие-то конфетные города герои какие-то странные стрёмные у этого грим страшного джим кири вообще это вот действительно была его роль да он там был очень крут да а здесь это вообще какая-то пародия можно сказать хотя вроде как они более-менее серьезно на герой там даже отчасти похоже на тех вот прям именно грим и так далее внешность актеров интересно чего они хотели добиться этим ремейком но в общем да антиреклама такая не пойду простите да чё спасибо не пойду время не буду тратить это знаешь вот из серии там есть например я точно знаю что вот я ходила на геракла в свое время и кто-то там горит а там же сюжета никакой грида зачем там все же ты чё сел поскакал разнес все круто ускакал обратно все рыдают смысле от того насколько он разносителен прекрасно большего и не надо и тут я знаю что это действительно я ничего не жду от этого жанра другого а вот это это действительно и знаешь из серии фильмов каких-то таких огурчила ну да я на самом деле вот и от тех же звездных войн тоже не жду особо ничего там главное космос во еще там много ностальгии для тех кто смотрел свое время но там более ранней часть но я не смотрел меня в то время как раз телека не было и в кино я не ходила впервые в кино попал 14 лет тогда же звездные войны не шли тогда пошло особое мнение был замечательный фильм первый фильм который смотрел в кино особое мнение с этим самым как вот томом крузом вот я была впечатлена так я закончила 1 разрисовывать тут основную фигню см еще сделаем так тут хочу добавить вот это в 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 А теперь я займусь прорисовкой каждого элемента по отдельности. Это самое веселое. На всякий случай сохраню всю эту историю и буду рисовать в отдельной сборке. Вера, как относитесь к Якубу Дворскому с его машинариумом? Я не помню. Так, в какой момент я слила... А-а-а! Блинский хрень! Ну, бра... Ну, мам... Вот это зря... А-а-а, тоска... Ну, ладно. Блин... Фак. Пойдется заново делать. Тот момент, когда что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Это смешно, конечно. Ну, ладно. И это, конечно... Решение так себе, но лучше, чем ничего. О-о-о-о... Реально так себе решение. Ой, щелки! Мне придется заново делать, как ни крути. О-о-о... Ну, в принципе, не так уж это и долго. Страдала дольше, чем делала. Еще немножко перфекционизма. Еще будет в порядке. Ну, пусть так, ладно. Это уже не важно. Ну, пусть так, ладно. Так, возвращаясь к вопросам. Все-таки про машинариум. Как ты относишься? А что это такое-то? Это фильм, что ли? Нет, это игра. А, если вопрос о квесте... Квест такой был машинариум. Очень классный. Да, мне он очень нравится. Прям чума. Там где робот, да, такой маленький бегает? Да, бегает, и там нужно пройти. В общем, я его с удовольствием прошла в отпуске как-то раз в Египте. О, как это было давно. Но было здорово. Так, еще. Вот вопрос касаемо фильмов, сериалов. Вера, вам нравятся ремейки старых сериалов? Типа секретных материалов из Зены Королевы Войнов. А есть ремейки? Вот я сейчас тоже что-то прочитала и что-то задумалась. Не, ну надо проверить. Зену я когда-то очень любила. Это прям был один из моих the best сериалов. Ну и Геракл, конечно, тоже. Я помню, я в школу, когда вставала по телевизору, она все время шла. Ага. Ух. У меня как раз там в 16.00 она шла. И у меня как раз получалось, что я приходила. Там с Зеной идет. Отлично вообще. Наклички у меня были с Гераклом. Нравился он мне ужасно. Можешь сказать, моя первая любовь. Так, еще вот вопрос, я его не заметила, прошу прощения. Вера, какое у тебя мнение насчет корочек? По факту, никакого значения, во всяком случае, в сфере художественной она не несет. Ну, во всяком случае, там, в игровой индустрии точно не несет. В большинстве других сфер тоже максимум, где она может пригодиться, это где-то там, я не знаю, на государственных каких-нибудь должностях. Или если вы в союз художников решите подать. Да и то не критическое это значение. Вот. Потому что, в принципе, художественная профессия, она позволяет очень быстро сделать все выводы о скиллах человека, просто посмотрев на его портфолио. Поэтому там не важно, что у него в дипломе написано, достаточно посмотреть, как он рисует. Вот. И у нас как-то, ну, есть этот снобизм где-то. Типа, от где-то учился, там, что за школа и так далее. Но совершенно в небольших дозах и практически не мешает ничему. Вот. Корочка здесь имеет значение, скорее, с точки зрения получения, во-первых, важных базовых знаний, без которых, как ни крути, вам будет очень сложно. Те же самые, там, построение, композиция, перспектива, не знаю, анатомия и прочее, прочее. Вот у меня ученики, сколько ни есть, со всеми мы вот эту тему утюжим. С одной, там, девушкой в перспективу. Кубики строим, она там воет, бедная. Ну, надо, потому что пока этого нету, ни окружения ты не порисуешь, ни это самое, ни, как это называется, интерьеры, да почти ничего. Вот. Где-то там, да, теория цвета-света, там, как всё это падает, это всё нужно. И, там, большая часть не понадобится каких-то знаний практических, типа, там, маслом рисовать, ещё что-то. Но базовая академия, она очень нужна и обязательно понадобится. И, конечно, опыт, в чём высшее образование ГУД? Это в том, что оно даёт опыт работы с большими объёмами информации, умение в короткие сроки эти объёмы изучать, перерабатывать, вечёрка ещё это плюс очень большой к самообучению, потому что там, как бы, многого не выучишь на... только на лекциях и так далее и тому подобное. Я бы сказала, что, во-первых, оно как жизненный челлендж очень важная штука, а, во-вторых, оно в плане приобретения навыков базовых сильно жизнь облегчает. Но, если вопрос в том, можно ли без него обойтись, да, можно. Какого-то критического влияния на вашу успешность в целом оно не окажет. Это, в любом случае, не от образования, зависит от других вещей. Ещё вопрос. Вера, какие книги любите читать? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. У меня с книгами такая же история, как и с фильмами. Я читаю всякую жвачку, чтобы расслабиться. Ну, либо это какие-то специальные книги, ну, там, не знаю, маркетинг, личностный рост, какая-нибудь там... Ещё какая-нибудь... бухгалтерский учёт, господи, прости. Ну, там просто надо прочитать. Либо это какая-то жвачка для мозгов, которую я читаю, чтобы расслабляться. Поэтому советовать её особого смысла нет. Жвачка, она и в Африке жвачка. Любимый вопрос. Как сделать вид, как у Веры, сверху слева, чтобы весь лист было видно? Это он. Это любимый вопрос. Windows arrange new window for... Допомнили? Увидели? Следите за руками в этот момент. Так, ещё спрашивают, как не покончить с собой при прорисовке перспективы. Третий час дома рисую. Вот это, конечно, вопрос жизни и смерти. ХЗ. Я никогда таким вопросом не задавалась. Пардонте. Перспектива вещь сложная. У нас в своё время в универе был препод очень такой... Въедливый. Как раз по перспективе. Ох, как он нас не гонял. Как мы там ему эти кубы, кубики сдавали, не знаю, месяцами. Ну, за что ему спасибо до сих пор, в принципе, пользуюсь. Там, тем, что тогда было изучено. Это такая штука, которую один раз как следует изучишь, потом она уже в голове сидит и позволяет даже скетчи сразу с правильным учётом порастраивать. И так далее. Так, ещё вопрос. Вера, здравствуйте. Скажите, на что обращать внимание при создании концепта такого оружия, как мечи, луки и прочее? Ну, мечи и луки — это очень разное оружие. В принципе, при создании концепта оружия, кстати, спасибо за вопрос, вопрос очень хороший, на что обращать внимание при концепте оружия. Здесь есть несколько тем. Самое важное из них — это его функциональность. При этом, что самая удивительная тема, это будет важна далеко не всем, оценена далеко не всегда по достоинству. Есть вещи, когда... Есть проекты какие-то, в которых функциональность несколько нарушается. Там, в том же самом, да, аниме и игрушках, пока построенных по законам анимешного жанра, клали они на эту функциональность, потому что там огромный меч с девочку ростом — это очень кавайно. Вот. Ну и это уже, там, традиции жанра, так сказать. Вот. Но на самом деле, что касается оружия, всё-таки функциональность — это важно. И, как сказать... Хороший тон при концепте оружия — его учитывать, эту функциональность. Вот. Здесь, как бы, без некого экскурса в историю не обойтись. То есть, нужно представлять себе хотя бы примерно, как этим оружием владеется, какие вещи допустимы, какие нет. Либо, там, чисто вот по теории владения оружием в целом, либо, там, например, поизучать холодное оружие как таковое. И пусть это будет знание, там, касащееся не конкретно практического применения, но хотя бы теоретическое уже насмотренность будет присутствовать. Вот. Вторая часть — это, ну, собственно, концепт как таковой, да, как у каждого концепта, у него должно быть какое-то... какая-то история. Вот в данном случае, там, это светлый меч. Его там светлота, она как-то отражается на цветовой гамме. Возможно, на форумах. Ну и мне пришла в голову мысль, что светлый меч должен быть прямым. Потому что вот так вот. Такой прямой меч. Как рублю, так рублю. Взмахнул, опустил, трындец всем. Ну и последняя часть — это, так назовем ее, эргономика линии. Так что здесь это объект такой, вот он немножко как вещь в себе. Очень важно смотреть, как он в целом смотрится в силуэте. Можно даже его переводить там в ЧБшечку, чисто вот на силуэт смотреть, насколько у него линии красиво, гармонично все это вот идут, друг в другу переходят, как форма, нравится, не нравится. Но это уже чисто эстетическая такая составляющая. Но тоже немаловажная. Потому что вот, ну, например, я лично больше всего балдею, может так выразиться, от оружия, типа... Ну вот, сейчас посмотрим. Где-то я там понасохраняла у себя. Вот. Вот это просто, изящно и со вкусом. Не уверен, что здесь горда будет. В смысле, не горда, а это сам ручка удобная. Это же надо в руке держать, смотреть. Но тем не менее. Здесь, правда, он без цубы. Это уже там кому как. Нужна цуба, не нужна ли б уже владение мечом такое, что нахрен цубу. Я забыл, как называются эти... Этот вид... Меча. Катана. Ну и так далее. То есть меня лично прут вот какие-то простые, максимально простые, изящные формы, максимум функциональности. Но в этом светлом мече я, например, немножко отошла от этого канона. И дала волю чувствам. Ну не чувствам, а просто как бы... Захотелось попробовать порисовать вот этот вот дрын модный. И еще. И еще. И еще. И еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, почему я, например, сказала, что при концепте луков и мечей нужно на разные вещи обращать внимание? Та, что очень разный вид оружия. Потому что там, например, меч, там важно сделать баланс нормальный, чтобы эта хрень не перевешивала явно там, еще что-то, туда-сюда посмотреть. При концепте луков будем обращать внимание на то, как у него плечи натягиваются, как у него там стрела ложится, не ложится в центре, как у него там... Вот эта фигня имени, которую я не знаю, название, которую я не знаю, за которым мы держимся. Удобно-неудобно. Поэтому здесь при концепте каждого вида оружия нужно себе представлять примерно, хотя бы, принцип его использования. Как пользуются алибарды, как пользуются топором, как пользуются луком. Так далее, чтобы оно было хотя бы условно используемо. Так, спрашивают Вера, как сделать, чтобы портреты выглядели более эффектно. Не знаю. Очень общий вопрос, очень сложно что-то конкретное ответить. Что вы имеете в виду эффектно? Не знаю, можно сиськи нарисовать? Тоже эффект определенный. Можно, ну то есть эффектно, какие портреты, какой эффект нужен? Очень неконкретно. Не могу ничего ответить конкретного. Так, ладненько. Как бы нам вот эту штуку задизайнить? Музыка. Продолжение следует... Так, вот еще вопрос. Вера, а кому можно продать душу, чтобы нарисовать нормальные волосы? Как их правильно разделить на пряди? Что если форму прически рисуешь убедительно, а дальше все очень плохо? Это крик души. Ну давайте, ну на самом деле, во-первых, по тегу, сейчас скажу, у меня есть в группе такая тема обсуждения. Называется... Хэштеги. И в этой теме есть, например, вот такой хэштег. Рубрика «Как надо, как не надо». Там пока две статьи, и одна из них как раз касается того, как рисовать волосы. На самом деле, я даже не буду сейчас заново что-то делать на этот счет, да? Но здесь вот есть у меня некий определенный стадик. А главное, вот это вот зонирование на пряди и так далее, делать... Воспринимайте волосы как обычную форму, любую другую. Там гипсовую или какую-то еще. Вот. И здесь делается разделение на какие-то пряди там основные, а основная форма лепится. Вот. А потом уже поверх делается добавление волосинок. Я сейчас ссылку на это дело закину в чатик. Вот. В принципе, при этом для формирования волос очень хорошо подходит кисточка. Какая-нибудь, скажем, как раз-таки с мягким флоу, но четенькая, да? Чтобы оставалась какая-то вот легкость по концам прически. Она потом отлично дорисовывается в естественное там состояние. И помните о том, что прическа это цельный какой-то объект. Вот. А дальше нужно уже изучать, как именно волосы, например, в разных случаях ложатся. Это то же самое, что и складки на одежде. То есть они там имеют определенные, чаще всего встречающиеся ситуации. Они там определенным образом ложатся в хвост, определенным образом в кудри и так далее. Здесь уже просто нужно, ну, ничего кроме стадиков здесь не спасет. Стадики и изучение, внимательно разглядывать своих друзей. Вот. И, как бы, волосинки, как таковые при рисовании прически, не рисуются там по всей линии и так далее. Это вспомогательная роль. Она рисуется на последнем этапе, когда у вас уже вся форма и все пряди определены. Просто для того, чтобы придать нужный материал этому объему. Но на самом деле волосы становятся волосами ни в коем случае не из-за волосинок. Иначе, когда народ начинает сбиваться на волосинки, там вот получается что угодно, только не прическа. Так. Сначала вот это дорисую. Вот это дорисую. Так, ещё вопрос. Вера, были ли вы когда-нибудь фанаткой Пауэр Рейнджеров? Если не помните, это пятеро разноцветных героев, сражающихся с монстрами. В конце серии они садятся в огромного робота высотой создания и снова сражаются с монстрами. Нет. Никогда не любила аниме именно такого типа. Ну и какие-то там, может быть, не анимешные, а европейские штуки такого типа тоже не очень любила. Ну, потому что оно как-то пыщ-пыщ-пыщ. Не знаю, я боевики люблю, хотя они тоже про пыщ-пыщ-пыщ. А вот игрушечные боевики не очень. Если уж мордовой, то давайте людей. Аниме люблю другое. Других всяких жанров. Это либо там какие-то бессмертные штуки типа Миядзаки, какого-нибудь там Мугена, ковбоя Бибопа, афро-самурая и прочего. Либо повседневные, они очень милые у них, и иногда тоже очень прикольно можно отдохнуть, посмотрев на какую-нибудь там очередную школьную историю, как они там, не знаю, готовятся к фестивалю и прочие штуки. Потому что там я выбираю те, которые с хорошей рисовкой, в которых мне нравятся персонажи. Вот, и сижу, это уже такое чисто эстетическое наслаждение картинкой. Фоны смотрю, как сделаны. Анатомию поглядываю, как она там выполнена. Так, сейчас спрашивают, Вера, вы когда принимаете человека в студию, на какие критерии вы опираетесь? Перефразирую, каким должен быть человек, чтобы работать с вами у вас в студии? Есть вещи, которые не поймешь сразу. Когда я провожу собеседование с человеком, я опираюсь на... Конечно, я смотрю его навыки, как таковые профессиональные. Вот, плюс я его оцениваю как человека, и здесь у меня нет какого-то алгоритма. У меня просто могут создаться какие-то выводы, там, на основе какого-то опыта личного. Я там могу понять, ну, вот этот человек, там, у него какие-то особенности, скорее всего, будет по тому, как он себя ведет. И я решаю, там, у меня эти особенности гуд или не гуд в работе. Вот. Там у кого-то проблемы с коммуникацией, но я, например, знаю, что на его работе не нужно будет. А это на собеседовании может быть видно, может не видно, ну, предположу, видно. Но я понимаю, что, например, на его должности коммуникации у него особых не будет. Главное, чтобы он свое вот делал, сидел, делал ядом. Ну, и пофигу. Иногда не пофигу. Ну, и, естественно, как бы, скиллованность в своей сфере должна быть определенного уровня, определенного качества. Вот. Но это, как бы, такие вещи, которые, ну, такой прожиточный минимум, который на каждом собеседовании любым руководителем определяется, и почти везде одинаковый. Для того, чтобы человек сработался с нами и в студии остался надолго, он должен быть работящим. У нас достаточно серьезные требования, достаточно жесткие графики, рамки и так далее. То есть, того, что я наблюдала во многих других именно игровых конторах, большей частью тех, которые уже там побольше, например, с менеджментом не всегда там проходят. Ну, как бы, в принципе, это случается. Это встречается, к сожалению. Я не работала в каких-то особо сильно вне игровых конторах, да, там, то, что касалось не игр. Это чаще всего был фриланс. Но, тем не менее, там часто встречаются очень многие какие-то вещи, когда люди так или иначе работают спустя рукава. У нас такого нет от слова совсем. У нас процессы в студии построены на качестве. И качество, собственно, графики в частности и вообще, в принципе, производимого контента в целом – это очень важный параметр. Мы не гонимся за количеством, мы не гонимся за каким-то бешеным ростом и прочим. Мы стараемся создавать вот четко налаженную систему производства с хорошей базой, хороший уровень и так далее. Это такой планомерная работа, требующая вложения усилий. И здесь я формирую команду людей, достаточно уникальными обладающими навыками, но другие просто как бы не приживаются, им тяжело слишком оказывается. Людей, которые реально, во-первых, они обладают необходимыми амбициями для того, чтобы продолжать это делать. Потому что работать, просто сесть, начать получать ставку и как бы, ну, грубо говоря, не пыльно, у нас нельзя. У нас постоянно какие-то вызовы, какие-то челленджи, что-то неизвестное, что-то незнакомое, где-то там дедлайны, где-то еще что-то. Поэтому у нас хорошо себя чувствуют только люди, которым это реально интересно, и они готовы к выходу из зоны комфорта. Это первый момент. Второй момент, что как бы любой человек, сидящий в офисе, это абсолютно всегда случающаяся хрень, любой человек, сидящий в офисе, рано или поздно начинает расслабляться. Вот когда он пришел, там у него и испытательный срок, и все такое, вот он там весь такой активный и очень хочет с хорошей стороны себя показать, там все хорошо чаще всего, и работает человек замечательно. Через какое-то время у него возникает ощущение стабильности какой-то, независящей от его действий. Во сколько бы он там не пришел, какие бы там не пинал, он в конце месяца получит зарплату. Ну и плюс есть какая-то рутинность, постоянность, которая тоже на такой вот в сонный нагоняет тут самое состояние. Как ни крути, а, например, что касается работы тех же самых художников, она не связана с особой постоянной сменой. Они там дали проект, пилиш проект, и в этот момент наблюдается снижение уровня, после чего в той или иной форме, в зависимости от личных тоже каких-то этих самых, люди начинают получать разъяснения, скажем так, что у нас так не работают. И после этого остаются только те, кто может, несмотря на уже там устоявшийся какой-то поток и так далее, все равно оставаться в тонусе, обладает определенной долей и вовлеченности, и самоорганизованности, и каких-то очень необходимых качеств для того, чтобы оставаться актуальным, оставаться активным, и работать по графику в том числе, да, то есть, например, выдавать какую-то определенную скорость, которая все-таки не то чтобы сильно зависит от того, там, где у него муза, луна в доме Сатурна, и все такое. Потому что, как бы, муза-муза, а заказчики-заказчиками. И если там, например, есть художники, которые непредсказуемо там то работают, то не работают, ну, тоже не получается, да, то есть, художники подвержены нападением своей музы. Но эти вещи, они на них нужен, как минимум, испытательный срок, то есть, это не угадаешь чаще всего заранее. Есть какие-то штуки, ты там смотришь на человека, естественно, если он там, я не знаю, на час опоздал на собеседование и не предупредил, то извини. По-любому, да, то есть, что-то можно сразу заранее понять. Но чаще всего, как бы, условно, нормальную мину состроить может каждый человек, а то, как он уже, в принципе, работает, это выясняется только в процессе. И поэтому в процессе мы и понимаем, для чего, собственно, нужен испытательный срок. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, я очень долго и пространно всякое рассказывала. Спрашивают, Вера, когда будет фак? Фак уже есть. Одна из тем в группе в моей ВКонтакте об обсуждениях висит. Радует глаз. Добрый вечер. К слову о корочках и академическом образовании. Закончила художку хорошо, но как таковых навыков в анатомии людей не получила. С чего лучше начать? Построение пропорций или просто рисовать и качать пальчики? Это две очень сильно зависимых друг от друга вещи. Например, недавно у нас в студии сейчас с некоторых пор проходят регулярные рисовашки с натуры по пятницам. И Маша Ярцева, когда проводила соответствующую пятницу рисовальную, она сказала, что их в универе учителя учили не строить вот именно на этих этих самых именно на вот этих вот рисовашках с натуры не строить, а вот чисто вот там в чистую глазомер качать. Как рисуется, так и рисуешь. Криво бог с ним. Но главное, что у тебя без построения там качался глазомер. В то время, как я те же самые рисовашки проводила, уча людей простраивать скелетик. Ну и тоже там, меня учили иначе, я как-то иначе пытаюсь учить и прочее. То есть у каждого свой какой-то подход. Но тем не менее, ну да, я попробовала, как Маша советует. Тоже мне очень понравилось. Это очень здорово. Но там качает какой-то вот другой навык. Очень нужный. Не обойтись в изучении анатомии без пропорций и не обойтись без построения. Поэтому делать надо и то и другое и постараться так организовать процесс изучения всего этого, чтобы и на то, и на то хватало. Либо сделать там это периодами, да, период изучения, скажем, построения, период рисования с натурой. Либо делать какое-то время на то и время на то. Вот спрашивают Вера, как относитесь к коллегу Вдовенко, Нитишину и Верихину? Верихина, помню, знаю, видел, восхищаюсь. Остальные имена на слуху, но я не припомню картинки сейчас конкретные. Так, Вера, у тебя тырили картинки с целью запихнуть их в портфель. Ну, в смысле, вы давали твои работы за свои? Может быть, я на это не натыкалась. Ну, как сказать, я к этому делу отношусь... Конечно, фигово, если тырят. Если нахожу, разбираюсь. Специально не то, чтобы ищу. Я считаю, что 10 человек, прежде всего, сам себе засаду делает. Ну и, слава богу, достаточно большая сейчас аудитория. И какие-то случаи использования моих работ регулярно мне люди скидывают, за что я очень им благодарна. Находят, приносят. Если там меня по каким-то причинам такое использование не устраивает, я могу очень легко там пойти и сделать необходимое телодвижение. Спасибо заботливым подписчикам. Есть ли задумки на будущие проекты и игры? Ау-ау-ау, ты исчез. Алло-алло. Сейчас, 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 да. Вот. Слышно? Есть ли задумки на будущие проекты и игры? Ну, я человек плохо... Я человек, живущий планами сегодняшнего дня. У меня все цели находятся близко и актуальны именно в момент исполнения, грубо говоря. Я редко, когда делаю какие-то вот отложенные вот эти вот штуки, что типа как-нибудь, рано или поздно, там. Для меня это ресурсозатратно. То есть для меня, в принципе, идея означает переход к действию. Если переход к действию сейчас невозможен, то идея отправляется в забвение. Максимум где-то там на будущее, но очень... Все равно на будущее там благополучно забывается, потому что когда приходит будущее, идея актуальная становится совершенно другая. Ну, как бы, будет день, будет пища, как говорится. Поэтому у меня нет особо задумок на грядущие игры. Я думаю, что время покажет, чем мы будем заниматься. У меня есть представления там... Какие-то... Вот. Часть из которых потихонечку сейчас уже реализовывается. А что будет за пределами этих представлений, покажет время. Вот пишут, Лера, добавьте donation alert на стрим. Будет очень весело. Чего добавьте? Donation alert. А, там все не так просто. Это нужно партнерку с твичом заключать. Сейчас там, по-моему... В общем, короче говоря, это реально там какой-то гемор. А у меня есть таски очень важные, которых да никак не доходят руки. Я, например, сейчас делаю там информационный портал про наши обучающие курсы, которые стартуют с января 17-го года. И у меня время уходит на это в основном. Плюс я себе сейчас сделала... Взяла за правило отдыхать в выходные. Ну, не сейчас уже, а некоторое время назад. Я себе взяла за правило отдыхать в выходные. Поэтому все, короче. Когда-нибудь, когда все это уже будет прекрасно работать и так далее. Сейчас то, что я не могу сделать быстро, и то, что не является необходимым, скорее всего, будет не сделано. Потому что очень много необходимых задач, которые очень нужно делать. Поэтому из не необходимого делается только то, что делается быстро. Ну, потому что быстренько сделал и забыл. Так. Вера, за кого играете в WoW и расскажите свою игровую карьеру? Да не то, чтобы у меня какая-то прям игровая карьера. Я не очень-то особо сильный игрок. Играю очень периодически. Ну как? Был забавный случай, когда у меня был молодой человек, сильный геймер. Вот он прям очень много времени проводил за играми, а я не играл вообще. И вот он как-то раз там в какую-то игрушку залез. Я говорю, слушай, ммм, интересно, прикольная игрушка, а дай-ка мне, дай-ка мне ссылку. И он с таким сомнением, типа, ну на. А у него прям было видно в голосе, слышно что-то. Сейчас начнется нубячие вопросы, там, типа, а как тут то? А как тут это? Да, там, зачем оно? Ну, потому что в его представлении я была человеком, который от игр далек вообще. Вот. Ну, потом я туда залезла, там куда-то пошли, что-то качаться, траля-ля, куда-то залезли, в данжи, туда-сюда, в льду вступили. Потом в 6 утра он такой, вдруг поднимает глаза от ноутбука и говорит, ну я понял, почему ты не играешь. Потому что времени нету. Вот. Но это как бы так-то, да. У меня как только игра начинает отжирать время какое-то слишком сильно, меня это начинает раздражать, я из него вылезаю. Но, соответственно, те игры, которые не сильно время отжирают, они чаще всего не самые интересные. Ну, например, на данный момент залезла потестить вот этот вот Revelation. Посмотрим, чё как. Вот. В Вове у меня варкоза, но я чё-то так и... Чё-то там у меня там уровни какого-то смешного, сорокового, что ли. И, в общем, я её пока что побросала, не знаю, пойду ли дальше. Но мне там неинтересно, абсолютно, потому что ну там чё-то какой-то уровень хардкорности вообще нулевой. Ходишь там. При этом там какая-то квадратная полигональность уже вот чисто там по графике уже всё как-то мальца устаревшая и так далее. интереса очень мало, потому что ну как-то ходишь и мочишь. Гриндишь там чё-нибудь по квестам туда-сюда. В данж зашёл всех раскидал. Я ещё хожу в компании молодого человека, который играл собственно... ещё когда всё это дело только начиналось там на самых первых серваках и так далее и тому подобное и у него там была бурная история в трувове и он мне рассказывает вот этого босса тут раньше мы там гоняли пятнадцатером и ну же один бегал потому что там никак по-другому не это самое на себе агро таскал сюда вот этот с такого угла стоял здесь есть столб ой столб убрали ну раньше был столб на котором короче говоря залезаешь и только с него там был такой обзор в который ты попадаешь в голову но там у него по анимации надо следить когда он эту голову подставляет вот ты в неё попадаешь не попал все легли я слушаю это всё вот это интересно а то что сейчас мы там приходим в данж он говорит пати херовый а я не вижу что пати херовый потому что всё равно все умирают ну в смысле не мы а они вот как-то вот мы сейчас в этом самом ревелэйшене залезли в данж вдвоём я не помню не знаю точно насколько он человек ну видимо на какую-то стандартную пати вряд ли на двоих вот мы туда залезли вдвоём и он там на три уровня выше прошли этот данж сначала на простом уровне босса гоняли 20 минут ну ничего загнали я ещё при этом танк не самый такой скилованный ну стараюсь вот загнали всё-таки типа давай пойдём на более сложном уровне пошли на более сложном ну всех убили сами несколько раз умерли было весело больше не хочу пока но это хотя бы интересно вот поэтому возвращаясь к вопросу вов как-то я не не задержалась там всё-таки я сейчас гоняю в бдо потому что он ну там очень много зеро плейнга то есть там поставил что-то оно делается а ты ушёл а оно делается там рыбу ловить вот у меня рыба по-моему сейчас даже ловится зашёл потом там рыба продал её на аукционе деньги получил мебель сейчас делаю там какую-то в этом бдо это целый квест блин у меня сейчас есть шторы хочу сделать для этих штор нужно шёлк шёлка на аукционе нет надо добывать для того чтобы добыть шёлк нужно пойти там на вот это вот найти шёлковую фабрику шёлковая фабрика только на другом континенте сейчас я эту шёлковую фабрику на другом континенте себе сделал но для того чтобы там собственно этот шёлк перевозить нужно открыть путь до этого континента он у меня не открыт вообще я плюнула сейчас пока что на шторы всё в процессе причём там у этого квеста ступеней было раза в два больше я несколько дней этим занималась пыталась раздобыть себе шёлк на шторы но пока не раздобыла но это тоже вот так вот забавно там поковыряться вот вопрос по поводу после новогоднего стрима будет ли не знаю пока честно говоря это воскресенье первое число будет не знаю даже хз я подумаю я подумаю над этим вопросом ну жесть да но я подумаю да на самом деле стрим стрим-то в принципе провести не так уж и можно было бы вполне но я не уверена что там кто-то будет вообще трезвый так 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 еще вопрос вера что бы вы сделали если бы увидели что вашу работу стырили и выдают за свою ну на этот счет есть защита авторских прав в которой я разбираюсь и авторские права не являются то есть они существуют априори что очень здорово да то есть там патент нужно регистрировать или еще что-то авторские права существуют априори если зафиксированы их нарушения ну как бы бобо вот поэтому первое что я сделаю это я человеку скажу как бы дорогой что за хрень а если человек не согласится например то будет весело но уже не ему но я пока не сталкивалась с какими-то злостными нарушителями потому что доказать авторские права не так сложно особенно если там нормально хранить данные вот и заботиться о том чтобы можно было как бы их достать и предъявить вот то есть здесь нарушение очень такое очевидное и невыгодное для человека скажем так вот поэтому чаще всего это если и делается то только в надежде что никто не заметит и как только это замечается человек перестает скажем так как это хрень как-то хреново у него тут лезвие получилось ладно их потом солью в одно более-менее целое так я сейчас что-то задумалась и запуталась я только что спрашивала про то что ты увидела что работу стырили да 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 ты спросила я что-то это как-то задумалась и забылась да да ты спросила и я ответила сейчас вера в каком-то из прошлых твичей такой ответ типа если можно как-то считерить непременно пользуйтесь этим фотошопе а почему сама все отрисовываешь а не добавляешь и не меняешь режим наложения ну на самом деле я сейчас не дошла просто до этапа когда когда я начну пользоваться всякими этими самыми во-первых инструментами во-вторых если можешь считерить так чтобы это не портило да работ потому что читеринг читерингу рознь и если есть соответствующие навыки то делай это во-первых я сразу скажу я аналоговый художник изначально и у меня навыки читеринга не самые высокие можно и повыше я достаточно многих вещей тупо не знаю и по старинке делаю руками поскольку у меня уже скорость рисования руками высокая у меня времени на их изучение там уходит больше чем ушло бы больше чем на вот рисовку руками хотя в принципе стараюсь это самое делать время от времени что-то что мне точно пригодится изучать а во-вторых важно не только считерить но и сделать это без ущерба для картинки есть есть стадии и вещи на которых читеринг читеринг ее испортит вот что здесь можно добавить ничего ты тут не добавишь особого вот здесь пока та стадия в которой ручками ручками все отрисовывается потом будет стадия в которой я начну например те же самые режимы наложения туда-сюда гонять это уже постобработка так вот тут пишет Вера спасибо за стрим вы говорили на какие вещи обращают внимание при прорисовке оружия но почему тогда повсеместно игнорируются законы физики узкие хрупкие места в массивных толстых мечах абсурдные формы объектов без учета и функциональной предназначенности не сортите за дерзость спасибо это вы про мой меч потому что в данном случае он красивый я не думаю что в принципе да ну в человеческой истории вот этот вот именно тип меча это анимешечный в человеческой истории такими мечами никто не пользовался я где-то вот в процессе этого стрима говорила что он не особо функциональный но мне интересно порисовать вот в этой стилистике по законам по законам физики свойственным анимешечному миру и кстати говоря если вы слушали мои объяснения про функционал то и мои объяснения про нарушение функционала в том числе там например в частности в анимешечном мире с этими огромными мечами для маленьких девочек тоже должны были слушать тут вот спрашивают по поводу вопросов что я их не из чата задаю я их задаю из чата просто читаю уже такие они старенькие относительно самого чата тут их очень много вот и как бы вера достаточно объемно на их отвечает и я даю как-то время чтобы она что-то сказала и вообще просто перейти на другую тему вот еще вопрос про время приключений вера вам нравится стиль и планируете ли вы когда-нибудь рисовать подобным ультяжным стиль ну там он очень свой и очень такой он ну я вряд ли буду в таком стиле рисовать меня реализм не отпускает и мне вообще достаточно сложно какую-то стилизацию именно вот четко нереальную выдерживать я скатываюсь в реализм все-таки и он мне интереснее вот так что по работе время от времени там я что-то рисую казуальное и так далее но это все-таки не совсем адвенчуртайм именно в таком вряд ли хотя вот тут недавно пикселертом пыталась заняться было смешно так еще спрашивает Вера на базе группы All Art планируются ли курсы по персонажке да ближайшие курсы которые будут в этом триместре проведены они направлены на более базовые знания курсы по игровой графике в целом будут от Маши Ярцевой будет от меня курс по фотошопу по CG первые шаги для тех кто взял фотошоп и дальше не знает что делать и будет курс по использованию 3D для 2D художников более точные более детальные курсы там конкретно по персонажке конкретно по интерфейсам и так далее будут немножко позже скорее всего уже в первом триместре следующего года то есть с осени начиная но более подробная программа появится в начале следующей недели у меня в группе мы сейчас работаем над порталом в котором будет храниться информация более подробная обо всем этом деле с программой с ценами со сроками и так далее информация будет обновляться сейчас вот например я часто сталкиваюсь с тем что там на каждом стриме и каждый раз когда я поднимаю эту тему я говорю ребята оставайтесь с нами следите за новостями а потом выходит я где-то вешаю например курс такой-то прошел тогда-то и человек говорит а что за курс а там часто вот где-то несколько было туров сообщений я конечно понимаю что далеко не каждый далеко не всегда там хочет где-то сидеть и так далее но тем не менее если вам интересно интересен вопрос обучения вы онлайн обучение вы реально вот последите за новостями потому что новости обязательно будут новости уже есть и постоянно появляются поэтому будьте оперативны тоже и как бы старайтесь эту тему из виду не выпускать не выпускать ну а все подробности в ближайшее время появится уже как-то в более удобном виде вот насчет стрима может стрим провести не первого воскресенья в долгой день просто или у вас нет выходных или просто не хочется нарушать традицию ну я очень надеюсь что на эти новогодние праздники мне удастся отдохнуть я не буду рассказывать сколько я не была в отпуске там вот это вот все дело любой человек который чем-то подобным занимается очень хорошо это сам знает и понимает что как бы отпуск это миф если ты сел на стартапе на начинающей студии вообще как бы не существует его и так далее но такое такая вещь как новогодние праздники это чуть ли не единственная возможность немножко перезагрузиться сменить деятельность потюленить в конце концов начать зайти как раз в те самые игрушки посмотреть что происходит там походить в киношки поиграть на гитаре в очередной раз раз в год на новогодних праздниках неделю вот свободы свободы да поэтому честно я не знаю с одной стороны стрим как бы это не то чтобы прямо работа да это я делаю вполне себе в свое удовольствие с другой стороны это тем не менее некоторые обязательства и вполне возможно что в новогодние праздники я решу не мать ты имеешь право не делать ровным счетом ничего вот поэтому хз друзья мои пока не могу ничего на этот счет вам сказать но я думаю что я в четверг точно отпишусь уже четверг пятницу потому что там уже ну и новогодние поздравления будет у меня обычно в прошлом году я так делала и в этом году тоже сделаю у меня есть подарочный стрим либо перед новым годом либо после поскольку сейчас у нас последнее воскресенье этого года то уже видимо после полностью посвященный вопросам аудитории на котором я рисую по вашим заявкам в том числе там волосы если человеку интересны волосы и так далее и тому подобное стрим полностью посвященный вам я его обязательно проведу следующим вот но будет ли он в воскресенье первого числа или будет он там скажем 8 числа это я пока не придумала так еще вопрос как можно добавлять казуальность арту есть необходимость делать работы в казуальном стиле но постоянно непроизвольно ухожу в реализм результат получается не то не сё ну это пропорции во-первых во-вторых техника и за ними надо следить то есть во-первых казуальность предполагает нарушение пропорций их упрощение и там ну как они немножко гиперболизированные вот во-вторых казуальность предполагает определенную работу с цветом цвет там преувеличенный немножко довольно чистый с цветом с формой и так далее это более такое упрощенная реальность графическая более условная чистая и так далее и вот нужно соблюдать во-первых пропорции во-вторых технику рисовки которая позволяет сохранять эту чистоту и некоторую условность цветов тогда все будет ток так Вера скажите пожалуйста как вы в компании при наборе на работу сотрудников относитесь к девушкам мамочкам которые вышли из декрета обычно работодатель избегает молодых мам с маленькими детками каково ваше мнение все очень сильно зависит от человека нет ни одной ни одного какого-то качества не касающегося работы напрямую которая будет иметь критический для меня критическое для меня значение да то есть конечно это фактор и этот фактор я буду учитывать там вот наличие деточки но тем не менее как бы вот у нас одна из художниц которая работает на новелле с самого начала но она начала работать конечно не сразу после декрета но мелкий у нее был мелкий там по-моему сколько года полтора я не помню максимум два по-моему полтора вот ничего я тут абсолютно не помешала это все очень сильно зависит от человека и как бы если я вижу что человек там в такой ситуации с такими навыками который справится со своей работой конечно я не буду там только из-за декрета говорить не чувак ты справишься но нет что-то короче но не чувак в данном случае а нет мамочка вот но могут быть реально ситуации в которых объективно понятно что здесь там такой ребенок и такой человек который скорее всего все-таки там ну скажется его семейные дела на том как он будет работать не то что на том как он будет работать а вот он в этой ситуации там не сможет например выдавать то что нам в данный момент от него нужно тогда да тогда это будет иметь значение так еще спрашивают в каком формате лучше экспортировать картинку пнг или джипег пнг по идее не не портит качество поэтому если качество важно то это чаще всего пнг джипег так или иначе картинку пожимает там получает всякие шумные пиксели и так далее и тому подобное у него там пересчет у него идет и поэтому как бы там качество падает если качество важно то это пнг в принципе я не парюсь например если картинка идет там куда-то для себя и это публикация в портфолио там где-то у меня естественно есть исходник из которого я в любой момент могу достать максимальное качество но например для на тех же там вконтакте на большинстве галерей они все равно жмут эти пнг любые своими там этими самыми свои их серваки жмут чтобы там не перезагружать не перегружать все это дело все равно качество поползет поэтому по хрену в целом можно джипег юзать вот потому что пнг весит побольше и будет просто дольше открываться у народа еще вот предложение импера может быть сделать на сайте форму в которой желающие оставить свой телефон и когда будут курсы будет производиться смс рассылка хорошей хорошей хорошая идея спасибо пожалуй я так и сделаю я себе даже запишу так еще вопрос в каких прогах работают чтобы создать концепт например оружие для игры фотошоп это только скетч или уже готовый продукт для программистов да это готовый продукт для программистов почему нет то есть если это 2д арта не 3d там да то фотошопа вполне хватает если это 3d то там другой вопрос это же просто другой программное обеспечение оружие оружие для программистов тут спрашивают тут спрашивают вера какое полное имя от веры валерия или полного имени нет вера это есть полное имя валерия это валя лера или лера да точно валя это валентина лера ну да точно лера валерия точно так последний вопрос я наконец-то долистала до конца чата а вот если человек не учился в художке а является самоучкой хорошо рисует можете ли вы принять такого на работу конечно я тут недавно это самое распиналась по поводу образования не важно оно оно дает конечно преимущество конечно если там у вас вы сами изучаете вам сложнее но если вы уже с этим справились и у вас навык есть да вы решили эти вопросы не важно была художник художка не была и я и не только я большинство работодателей будут смотреть на портфель потому что портфель у художника говорящий и всю необходимую информацию о нем он дает поэтому если вы можете выполнять нужные задачи то без разницы как вы этому научились стоит ли осваивать фотошоп если планируешь работать в 3д не знаю на самом деле ну для текстуринга в принципе понадобится да если в любом случае в 3д сложно без текстуринга а в принципе фотошоп это довольно такая универсальная программа я бы освоила но так так я при этом не 3дшник поэтому как-то вот именно точно сказать не могу а может придет 3дшник скажет иначе так так с чего лучше начать в заполнении портфолио стоит ли добавлять туда старые работы или выгоднее показать только самое лучшее вас будут оценивать по самой худшей работе в вашем портфеле поэтому не добавляйте туда свои старые или нехорошие работы мало того удаляйте своевременно все что вы переросли вот это кстати вопрос которому мне в ближайшее время надо заняться почисти портфель вот портфель лучше пусть будет лаконичный и крутой чем многословный но как бы так себе непонятно размытый чем многословный плакать чем многословной где можно посмотреть на ваш портфель но у меня в группе много чего лежит можно на артстэшне посмотреть у меня там наиболее актуальный я думаю портфель ссылочку закинула очень много деталей в этот раз так я замахнулась на сильно детализированный меч поэтому сегодня до конца стрима я его скорее всего не до финалю что-то какая-то часть останется за кадром в чем самое интересное потому что это будет пост обработка на пост обработка это magic сама больше всего люблю пост обработку в процессе работы берешь все что ты сделал делаешь клёво вот это мне кажется как раз зона читеринга самого настоящего что-то придумать ничего особенного просто wheat вот так вот сделаю вот так вот сделаем вот так вот сделаем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень трудно реализуемый жанр. Очень трудно продаваемый. Поэтому здесь как бы они какую-то вот... Делают модель, на которой старается экономить ресурсы. Я понимаю их как с точки зрения бизнеса, да, там, с точки зрения качества, конечно, качество здесь падает. Здесь вот там, насколько это успешная там у них попытка, зависит от того, какая у них аудитория, норм ей это аудитория или не норм. Но могу сказать, что мы стараемся такой ситуации избежать. У нас время от времени там иногда приоритет переходит с разработки новеллы, ну, в смысле не то, что время от времени, а у нас, в принципе, приоритет находится на работе с клиентами аутсорса, потому что это то, что студию кормит. Но именно наличие вот этого вот дополнительного способа позволяет нам новеллу делать хорошо. Действительно, выдерживать стиль и качество, хотя это довольно недешево. То есть в производстве тот уровень, качество, который мы выдаем, он в производстве весьма недешевый. И если бы это было единственное, что нас кормит, мы бы уже разорились. Вот, поэтому здесь это скорее вопрос не в том, насколько это нормально, а в том, как ребята выживают. Каждый, как может, как говорится. Каждый, как может, как говорится. Каждый, как может, как говорится. Вот вопрос. Сколько проектов вы уже реализовали со своей студией? Полностью наш проект сейчас один реализован, это визуальная новелла, и один в работе. Пока не анонсированный. За этот год мы участвовали, ну то есть мы работали над семью проектами по арту. В трех из них нашими художниками была нарисована большая часть арта. Так, ну а теперь у меня есть 10 минут на постобработку. Всё самое весёлое начинается. Сейчас мы сделаем так. Скопируем это дело. И поехали. Тут вот уже кто-то скидывает работы, которые были нарисованы во время стрима. А я тогда буду тебе их сразу отправлять. Угу. Давай. Тут вопрос. Купик. Тут действуют. Буду скрессировать. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Все-таки Photoshop это некий стандарт такой, и скорее всего это будет важно. Так, еще Вера, такой вопрос по саморазвитию. Как вы для себя решаете, в какой сфере вам стоит подкачать навыки? Следуете ли вы к какому-то определенному плану или нет? Так, план очень важен, может быть, если вы только начинаете качаться, работать и делаете это самостоятельно. Тут просто, чтобы не потеряться, хорошо бы этот план для себя прикинуть. Зависит он от того, что вам хочется в первую очередь, что вам кажется наиболее необходимым, где вы встречаете самые какие-то критические затыки и так далее. То есть в большей степени от вас. В данный момент у меня плана нет, но у меня есть представление о том, чего мне в работе не хватает, каких навыков мне в работе не хватает. И я над ними полномерно работаю. В данный момент я, например, иду в сторону создания полноформатных эпических иллюстраций. Я считаю, что это то, чего мне не хватает, навыков, которых мне не хватает, которых надо подкачать. И я вот над ним работаю. А может и успею сегодня за стрим. В принципе, здесь уже не так много осталось. Основное практически сделано. Тут пишет, может уже спрашивали, но фриланс или студия? Студия, своя. Всё своё ношу с собой. Собственная студия. Так, сколько лет вам пришлось учиться именно для 2D-концепт? Очень сложный вопрос. В навыках концептинг 2D-персонажей, или не персонажей любых вообще в принципе в навыках 2D-концептинга играет важную роль все знания художественные, которыми я обладаю. А получать художественные знания я начала в 7 лет. Вот, поэтому сказать, сколько времени мне пришли, сколько из этих всех, из этого времени я потратила на изучение концепта 2D, мне очень сложно. Так, сколько времени мне пришлось учиться. Вот сейчас пишут, Вера, может у меня опять глюки, но мне кажется, что царапины на левом крыле немного вырви глаз. Бывает. Не разделяю вашего мнения. Такое тоже бывает. Так, еще... А вы на работу в студию свой планшет таскаете? Нет, зачем? У меня там другой планшет. Здесь один, там другой. Я офигею каждый раз свой планшет таскать на работу. И это блин. Так, еще... Вера, кромочка у меча будет, а то тот человек переживает. В смысле, кромочка? В смысле, я буду еще работать над лезвием? Да, оно сейчас смотрится немножко вырезанным, это я буду исправлять. Когда стримите в следующий раз? Очень не хотелось бы пропустить. У меня стримы каждое воскресенье в 20.00. Это всегда один и тот же, одно и то же время и одно и то же место. Твич-канал. Скорее всего, следующий стрим будет... У нас следующее воскресенье, это 1 января. Скорее всего, следующий стрим будет уже 8 января. Стрим будет подарочный, новогодний, хоть и после Нового года, но тем не менее. И на нем я буду рисовать исключительно на темы, которые интересуют моих слушателей. Я буду отвечать на вопросы уже с практикой непосредственной, то есть с демонстрацией, как это на практике. Вот про кромку, кромочка на лезвии меча. Ну, тоже, ну, в смысле, не совсем понятно. Если речь идет о толщинке какой-то, то посмотрим сейчас, насколько она нужна, потому что у нее тогда будет ощущение затупленности самого лезвия. Вера, кровь на мече будет? Зачем? Нет. У меня не присутствует этого элемента на серии концептов. То есть это как такое, условно, находящееся там, оружие висящее на стене, и заботливый хозяин его почистил. Ну, что за пошлости, понимаете ли? Вот еще спрашивают, Вера, вы смотрите Игру Престолов? Да. Я, правда, уже немножко подустала от них, потому что они подиспортились под конец. Но я смотрю, мне нравится, там в любом случае шикарнейшая визуалка. Ииии, да-да, я с удовольствием смотрю. Так, теперь мы будем все это дело... Я сейчас сделаю так... А, я же вторую сторону не сделала. В принципе, немножко сегодня, минут, наверное, на 5-10 еще задержусь, потому что обработки осталось не так много. Хотелось бы ее закончить. Как раз вот тут последние сделать штрихи. А последние эти штрихи, они во многом отвечают за облик концепта как такового. Еще спрашивают, Вера, а вы смотрели силиконовую долину? Нет, мне советовали, но я пока не смотрела. Может, кстати, надо посмотреть. Так... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А уже моего впечатления, что поначалу все было так шустро и необычно и интересно А сейчас я уже сижу и думаю, ну господи, сколько можно гонять туда-сюда вот это вот уже все Не факт, что здесь как бы дело в самом сериале может быть уже в моем восприятии Но мне немножко уже... он становится более предсказуемым для меня Хотя, конечно, интересно узнать, что будет в конце Но что-то, зная этого самого автора, забыла его имя В конце там просто все сдохнут Чтоб не повадно было И все Ну я очень надеюсь, что нет Так, Вера, а какое у вас любимое блюдо? У меня нет какого-то прям супер-мега-любимого блюда У меня то-то одно нравится, то другое Есть что-то, что я люблю в общем и целом Хотя, давайте пусть это будет салат из помидоров и огурцов Я его годами ем О, вот, да, подержи А еще я помогаю тебе его есть, когда-то принесет Да, да, мы его годами теперь едим Не только я Вот, и это, по-моему, не стареющее пристрастие Я время от времени от него устаю Потом я понимаю, что я по нему скучаю Салат из помидоров и огурцов Как давно Не были мы вместе Правда, я не уверена, что это Уникальное пристрастие Потому что, в принципе, по-моему, довольно такая вещь Важное в рационе Что называется, дешево текстурнуть Осталось совсем чуть-чуть И он будет ничего так Ничего так Еще совсем чуть-чуть И он будет вполне так Ничего так Вспомнил, что я хотел сделать Сейчас сделаю Попробую во всяком случае Надо ли оно Вот вопрос, Вера, будет ли коса? Коса? Не думаю Ну, то есть я же по челленджу иду Этому самому артнестовскому Так-то оружия очень много Очень разного Но Его можно бесконечно практически концептить Но поскольку В принципе, это конечный Сам процесс И Вопрос изучения Время изучения этого вопроса Тоже для меня конечный Я решила Ограничиться темами Челленджа Артнестовского Кузница Вот А по кузнице У нас там остался концепт Соответственно Темного меча Еще не сделанный Вот То есть у меня там Наработки для него Какие-то есть Но не до конца Он Дофигачен И светлый посох Посох там Я темный отрисовала Светлого еще не было И собственно все Коса прикольная штука Причем Скорее всего Я бы рисовала Нагинату По своей Любви к Японскому Японским Видам оружия Нагинату Можно очень интересную Сделать Не совсем, конечно Коса Но тоже Алибардовая штука Вот Но я как бы Хочу уже Переместиться Почему я Собственно Сейчас Рисую Вот этих Следующие темы Которую я там Изучаю Это вот Девушки у меня Сейчас в цвете Мальчики Планируются В цвете Концепты Доспехов Я планирую Поразрабатывать И так далее Я сейчас Я очень много Подходила К теме Вот этих Эпичных Полотен Скажем так Бессистемно Бралась за них И у меня Есть какие-то Там Картинки Но они Сейчас Меня лично Не удовлетворяют Я хочу Немножко Другого От этого Всего Вот Поэтому я Решила Более Основательно К этому вопросу Подойти И для начала Изучить То что Нужно Знать Грубо говоря Для того Чтобы Рисовать Эпические Сцены Это Оружие Это Тело Человеческое Это там Потом Те же Самые Доспехи Это Окружение И вот Я пошагово Иду По всему Этому Делу И стараюсь Изучать Способы Рисовать Это все Быстро И круто Для того Чтобы Потом Соединить И Получить Результат Больше Уже Чем На 5 Минут Задерживаю Стрим Но Почти Дорисовала Здесь Только Осталось Немножко Поиграться С царапурками Оль Ничего Что Задерживаю Да Ничего Че У меня Ну Вдруг Завтра Ничего Нет Завтра Нет Ничего Прекрасно Просто Просыпаешься Действительно Нет Ничего А Ну У меня Сегодня Ничего Нет Окей Нет Ничего Потому Потому Ты Хорош Буддист Ничего Нет Вот Пишет Дается Именно Таким Способом То есть Метал Это тот Материал Который Дает Который Сильно Бликует И для Того Чтобы Передать Металичность Используется Пересвет Он И в жизни Таким Будет Смотрите Там Вот Например На Все Что Угодно Особенно Если Это Там Тот Же Самое Оружие То есть Какое Заточенное Скорее Всего А вот Если Там На Котану Мое Посмотреть Так Она Будет Порядком На Солнышке Пересвечивать Синьи Заржавела Хороший Кстати Вопрос Проверить Тут На самом Деле Очень Так Активно И Долго Доставят На Кромочке Какой Кромочке Я Просто Не Совсем Понимаю В чем В чем Вот Ее Сделали Я Сейчас Ее Отдельно Вконтакте Наверное Скину Давай Посмотрю Что За Кромочка Хоть Хоть Буду Понимать О чем Речь Речь Еще Вопрос Вера Думали Ливы Делать Спидпейнта Да Я В принципе Этим Регулярно Занимаюсь Ну То есть Часть Моих Эвридей Скетчей Спидпейнтовые Просто Это Не так Уж И Сложно Поэтому Как бы Я Как-то Занимаюсь Тем Что У меня Вызывает Вопрос И В большинстве Случа То есть То Что Интересно Не Изучено Как-то Там Не Совсем Получается Поэтому Спидпейнт Не Совсем Интересен В этом Плане Но Да При Этом Я Им Тоже Фигарю Так Вот Пишет Вера Вы Лучшая Стримерша На Планете Меньше Чем Три Я Вам Напишу Вконтакте В личку Про Донейшн Алерт Если Интересно Да Очень Интересно Будет Большое Спасибо И Уточнение Без Кромочки Лучше Что Это Такое Вот Поясняют Все Таки Кромка Лезвия Место Где Лезвие Заточено А Так Оно Заточено Целиком Это Плавная Заточка Вот Отсюда Сюда Вот Так Вот То То Это Это Ж Бронебойный Меч Он Заточен Достаточно Тупо И Достаточно Как Это Самое Как Сказать Не Изящно Но Мощно Так Чтобы Один Раз Заточил И Все Всю Жизнь Так И Ходишь Вот Поэтому У него В принципе Заточка Идет От Центра Лезвия В Обе Стороны И Кромки Как Таковой Нет Да У него Плавная Тебя 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 похожее на кромку есть вот у этих вот зубчатых частей. Внизу. Сверху нет. Так. Примерно. И сейчас мы ему немножко сделаем color. Рукоять какая-то сильно синяя получилась. Металл-то вполне все металличный. Вот. вот. А теперь, что в принципе тень в данном случае можно оставить как есть, она нормально легла. Можно немножко в целом с ним еще чуть-чуть помудрить. Вот так-то он вполне себе готовенький. Добавим чуть-чуть цветности, чтобы интереснее было. Добавим чуть-чуть цветности. Добавим чуть-чуть цветности. Добавим чуть-чуть цветности. Пишут сделать из гарды что-то, бедный мечник поранится и тогда кому он нужен будет затупить ее. Да можно. Почему нет? Добавим чуть-чуть цветности. Так, и теперь... Сейчас мы еще тень немножко поправим. И, в принципе, всего. Те, кто еще не кинул свои работы, которые нарисовались за сегодняшний стрим, можно смело кидать. Сейчас мы посмотрим. Традиционно. Пока я тут заканчиваю. Наводить последнюю красоту. И подписываю картинку. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Так. Продолжение следует... Сейчас. Вот примерно так. Так. Сейчас еще здесь немножко. Чтоб не вылезал. Примерно так все это и выглядит. И смотрим, что у кого нарисовалось. Поджечь. Хочу поджечь. Хочу поджечь. Поджечь. Это здорово. Люблю поджечь. Тут спрашивают еще, видимо, последний вопрос. Вера, откуда пошел значок перед инициалами в подписи? У него такая интересная форма. То ли стилизованная буква, то ли символ. Это стилизованная буква и символ. Да, это так и есть. Это саламандра. Саламандра это мой тотем. И у меня была подпись полная саламандра. Я просто там слово подписывала. Ну и потом осталась от нее только вот первая буква С, стилизованная под ящерком. У меня, собственно, татуировка из той же серии на руке. Раньше было кольцо, пока татуировки не было. Так, здесь тоже будет. Сорян, я все никак не отлипну. Вот это вот тот момент, когда... Ой, а здесь, ой, 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 а вот тут тоже. Ой, а здесь тоже. Вот сейчас, сейчас, сейчас еще доделаю чуть-чуть. И точно будет все. Так, значит, смотрим. О, это у нас как раз по челленджу, видимо. А может и не по челленджу, просто топор. Почему нет? Фига себе. Какая крутизна. Очень здоровская иллюстрация. Казуальная. Видимо, вопрос перспективы. Перспектива сложная. Крепитесь. Ничего страшного, рано или поздно. Она сдастся. Персонажка. Лайн как раз. Тот момент, когда все становится точным и симпатичным. Лошада. Так. Google говорит 403. That's an error. Sorry, your client does not have permission to get a URL. Видимо, на зашаренное что-то. Ссылочка. А это у нас целая история с девушкой. Рука и цветок. Ага. Стадик губей. И носа. Тоже важно. Персонажка. Или иллюстрация. Тут, как сказать, морской житель. Вот такие у нас сегодня порисовочки за время стрима. Вот. Что ж, дорогие друзья. Вам замечательного наступающего года. Поздравлять пока не буду. Поздравлю отдельно. Все по все таки еще не наступил. Но я вам хочу сказать, что этот год был очень интересным, познавательным и суперским. И на стримах мы очень много изучили. И очень куча вопросов подняли. И для меня самой тоже очень много чего нового и интересного было. И скилл поднялся. Фу-ть-фу-ть-фу. И вообще как-то все достаточно классно. Так что до встречи в следующем году. В пятницу я повешу объявление. Традиционно оно в субботу появляется у меня в группе о следующем стриме. Но поскольку суббота это уже 31 и всем не до того. Следующее объявление я повешу в пятницу. И я напишу, точно подтвержу, когда будет следующий стрим. Ориентировочно он будет 8 января. Всем здорово справить. Всем отличных выходных, праздников. И в общем всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok